Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Руслан Бортник на связи прямо сейчас. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Руслан, ну что, вот уже финишная прямая этого лета, и летняя кампания набирает обороты. Конечно, есть новости из передовой, но все такое ощущение, что затаились и ждут нечто масштабного, феерического и яркого, и в военном, и в политическом смысле, именно 24-го числа. Украинская армия предупреждает, что враг будет бить. Мы помним, что украинская армия предупреждала, что сама будет бить по Москве. В общем, все находятся в таком истомлении от каких-то решающих событий. Как вам кажется, концовка лета горячая будет? Я думаю, что будет горячая, конечно, но я не привязывался бы к датам каким-то. Есть период войны, мы постоянно говорим то 24 августа, то 9 мая, то 22 июня, то что-то еще, но ключевые события все случаются между этими датами. А эти даты выступают в качестве такого симулякра информационного больше, чтобы было о чем поговорить, отвлечь внимание, сказать, а давайте еще подождем вот такой вот даты, как бы перебросить что-то, какой-то мыслительный процесс на будущее. Поэтому, мне кажется, что не стоит уделять особого внимания большим датам, потому что большие даты традиционно обе стороны мобилизуются и ожидают каких-то действий противника. И, соответственно, в основном большие даты ничего такого экстраординарного не случается. А еще есть дни рождения президента, еще есть, там, не знаю, день мамы, и букваря. Война не в датах, война в процессах. Тем более, что и само исчисление времени в нашем обществе и цивилизации, оно очень условно. Мы должны понимать, и поэтому даты тут, они играют второстепенную роль. Они больше играют роль каких-то флажков для общества. Но мы должны смотреть глубже всегда. Мы должны смотреть на процессы, которые, как тектонические плиты, постоянно меняют ландшафт, в котором уже мы живем. Скажите, насколько приезд министра обороны Китая и в Россию, и в Беларусь меняет ландшафт военно-политический вообще на континенте? Он обнуляет сегодня какие-то надежды наших, западных союзников наших, в отношении того, что Китай пересматривает свою позицию в отношении России. Потому что после совещания международных консультаций в Джиде, в Саудовской Аравии, многие медиа, особенно в нашей стране, вышли с заголовками отношений того, что Китай разворачивается, Турция разворачивается, Китай разворачивается. Приезд именно министра обороны в Россию является маркером именно военного сотрудничества между Россией и Китаем и маркером того, что политическое руководство Китая считает Россию своим союзником или партнером, но не Украину и не Запад. И, соответственно, считает, что Россия права в нынешней войне в большей мере, как минимум, нежели все остальные, хоть, может быть, и не полностью. Обратите внимание, что Китай проводит многочисленные военные учения с Россией и учится в российской армии воевать, то ли для будущей операции против Тайваня, то ли в целом для повышения своей боеспособности. Кроме того, китайские, скажем так, военные доктрины Китая и России, они синхронизированы по Ближнему Востоку, по Африке очень серьезно, а в последнее время и очень серьезно в отношении Северного морского пути, в отношении Заполярья и всего остального, там Китай и Россия тоже ведут совместную военную, практически постоянную операцию. Нам отсюда не очень с Киевом видно часто ее. Поэтому это знак союзничества, это, конечно, делается в том числе в пику американским партнером Украины, потому что, напомню, что министр обороны Китая, он находится под санкциями США, что сделало невозможным коммуникацию между Министерствами обороны эффективную Китая и США, что является постоянным требованием и рефреном со стороны китайской стороны в отношении США в части восстановления нормального сотрудничества. Снимите санкции, вот тогда, потом мы с вами поговорим, даже определенным ультиматумом. И, кроме того, я не исключаю, что приезд китайского министра может быть направлен на углубление военного сотрудничества между Китаем, Россией и Белоруссией, или между Китаем и Белоруссией, в чем Белорусь может отыгрывать роль военного офшора в китайско-российском сотрудничестве. То есть на ее территории могут быть размещены какие-то производства, поставляться в какие-то технологии, которые потом попадают в Китай. И я не исключаю, что в рамках этого визита Россия начнет получать больше китайских комплектующих, ресурсов и технологий, которые ей необходимы для продолжения этой войны. Сегодня стратегически Россия и Китай заинтересованы в продолжении этой войны, как минимум до президентских выборов США. Поскольку пока идет война, пока Байден на крючке. Пока идет война, любой новый Бахмут превратится в политический кризис для Байдена и демократов. Почему, Руслан? Почему? Все очень просто. Смотрите, давайте представим себе такую ситуацию, что Россия пошла вперед дальше и взяла Купенск. Ну, бои идут, Россия пытается наступать на этом направлении. Что скажут республиканцы внутри американской системы? Вы потратили 130 миллиардов долларов, украинская армия проигрывает, потому что она неэффективна, коррумпирована, украинское руководство коррумпировано, и, соответственно, вся внешняя политика Байдена в отношении Европы и Украины в частности ставится под сомнение. То ли вы были с ними в доле, наверное, буризма там играет какую-то роль, ну, это республиканцы будут говорить, я говорю то, что они будут выбрасывать. То ли вы просто некомпетентны, но вы потратили огромное количество денег американских налогоплательщиков, которые нам нужны здесь, в США, чтобы решать наши социальные, экономические задачи, и потратили их неэффективно. Вы проигрываете, и ваши союзники проигрывают эту войну. Понимаете, пока идет война, то есть пока идет война, у нас Байден висит на крючке, как и Путин, а Сидзиньпин нет. И европейские правительства тоже висят на крючке. Пока идет война, остается открытым вопрос, будет ли существовать украинская государственность, и российская, и многие другие. То есть пока идет война, сохраняется всегда риск масштабирования этой войны в третью мировую, и ядерной эскалации. И до сих пор, через два года войны, европейские и американские эксперты не нашли модели, при которой можно безопасно выйти из этой войны. То есть выйти путем победы, договоренностей, поражения. То есть до сих пор нет модели, как выйти. Вот exit strategy до сих пор отсутствует, как таковая. Любой из этих вариантов несет огромные риски. Любой из этих трех ключевых сценариев развития. И поэтому пока в Пекине и Москве заинтересованы продолжения этой войны. Потому что держат Байдена на крючке, влияют на американские выборы опосредственно. Не надо для этого уже ботафабрик. Для этого нужно просто пару свежих бригад или 10 тысяч беспилотников свежих на определенный участок фронта, чтобы создать политический кризис для Байдена и усилить, например, республиканцев. Си Цзиньпин и его команда торгуются с нынешней администрацией Белого дома демократами в отношении вот этой игры. Они говорят, а вот-вот мы сейчас поможем. Поэтому или мы не будем помогать, но если вы не будете делать этого, этого, этого. Санкции в отношении Китая, торговые ограничения. Когда вы последний раз слышали со стороны Белого дома? Раньше это было постоянно на слуху, нагнеталось. За последний год что-то серьезного вы слышали? Нет, ну вот недавно были ограничения. Несколько компаний, которые торгуют с Россией. Ограничения были, да, вот эти. И, конечно же, Байден говорит, что у руля в КНР плохие парни. А Китай это там бомба замедленного действия. Да, Байден говорит, а Трамп что сделал? Трамп положил на стол соглашение, по которому заставлял китайцев покупать больше американских товаров. И ограничивал доступ китайцам на свой рынок. Понимаете? То есть одно дело говорить, другое дело действовать. И сейчас, благодаря этой войне, действия США по китайскому направлению очень ограничены. Риторика сохраняется, даже накручивается, я бы сказал бы. Какие-то символические действия делаются в отношении поставок в Тайвань или размещения американского флота. Но санкций нет. Нет, попыток сломать вот этот трек, который ведет Китай на вершину мировую экономическую, реальных попыток, нет. Понимаете? Попыток изгнать китайские товары из своего рынка, возможно ли это для США? Возможно, конечно. Запретить китайский экспорт на свой рынок? Возможно? Возможно. Но нет. Но нет. И вопрос не только в трежуис, не только в огромных американских долгах, которые накоплены в Китае. Вопрос в том, что США сегодня не могут себе позволить этого сделать. Ресурсов не хватает. Вступить в прямую конфронтацию с Китаем, это означает проиграть войну в Европе, скорее всего. Потому что Китай вступит в прямую на стороне России в этой ситуации. Но это означает закапсулироваться, изолироваться, попасть в ситуацию несовременной России, только в такой ситуации может оказаться США. Изолированный от большей части мира, а к минимуму от глобального юга. Но погодите, у нас же большая часть мира это западные страны. Европа, Америка. Ну, если в долларах считать, то да. А если в людях, в экономических перспективах и ресурсах, то нет. Абсолютно. Мы западноцентричный народ, западноцентричная нация. Да, мы часть западного мира. Мы же, в конце концов, мы свою цивилизацию получили из севера. Греческо-скандинавская у нас цивилизация, к большому счету. Варяги плюс византийская версия христианства, православия. То есть Россия тоже часть западного мира, просто одной ногой стоящая, стоящая на самом деле, на востоке. И это до сих пор создает России огромные проблемы, когда она не способна воевать с Западом эффективно. Она способна воевать за Запад. Но когда Россия воюет с Западом, что имеется в виду за Запад? Во Второй мировой войне или Первой мировой войне. Когда Россия воевала с частью Запада против другой части Запада. То есть это возможно. А когда России приходится воевать против Запада, например, в Крымской войне или современной, и это очень сложно, потому что она одной ногой на Западе элиты на Западе. И это наше большое спасение сегодня. Если с этой точки зрения смотреть. Поэтому пока идет война в Европе, США ограничены. США, Белый дом зависит от исхода этой войны. И Россия, Китай не мотивированы ее завершать. Китай будет генерировать мирные инициативы для усиления своей международной репутации. И даже поддерживать. Но на своих правилах. На правилах, которые фактически фиксируют полупобеду России. А полупобеда России это полупоражение Запада. В чем заинтересованный Китай. То есть сохранение, например, оккупированных территорий, демилитаризации, гарантии безопасности для России и что-то еще в этой части. А Россия будет просто поддерживать риторику. Она вообще не будет заинтересована в завершении войны. Даже если сейчас Кутину предложили бы мир остаться там, где стоят. Москва бы Россия придумала бы миллион новых причин, почему этот мир сегодня невозможен. Несмотря на очень тяжелое военно-экономическое состояние этой страны. Но стратегически конъюнтура толкает их продолжение этой битвы. Получается, что все мирные надежды или какие-то прогнозы на октябрь по заморозке войны, это все пшик и правы в Wall Street Journal, когда говорят, что на следующую весну уже на Западе просчитывают варианты будущего наступления вооруженных сил Украины. А помните, Александр, я вам еще в прошлом году, когда говорил, что война закончится, может закончиться? В 2025-м. Это было видно после первых двух-трех недель войны. Вот когда русские ушли из-под Киева, это уже было просто стопроцентно очевидно. До того, может ли закончиться война раньше? Может. Но это она, но это будет эксцесс. Это не будет следствие этой тенденции. Это какой-то черный лебедь должен пролететь. Или в виде какой-то ядерной боелых головки, или в виде смерти каких-то лидеров, или в виде чего-то еще. Пока что мы не можем, чего мы не можем пока угадать. Должна, условно говоря, смениться оценка этой войны у сторон. Сегодня она является экзистенциальной для США, Украины и России, потому что экзистенциальной для США, потому что проиграв Украину, США проиграет Европу, и как минимум получит ситуацию после Второй мировой войны, разделенную Европу на два лагеря. Со временем. Потому что если США проиграет Украину, многие страны Восточной Европы, Южной Европы бросятся договариваться о своих гарантиях безопасности с Россией. Да, разве? Да, конечно. Потому что если они посмотрят, что США проиграет в Украине, у них будет абсолютное чувство беззащитности. Они будут прекрасно понимать, что США не способны обеспечить их безопасность. И будут договариваться в Москве. Многие из них, если не большинство. И линия финальная раздела сверху влияния может быть намного западнее, нежели она была даже в 1945-м. Поэтому она для США экзистенциальная тоже. Это не предискат. Это, конечно, очень... Ну, как вам сказать? Это очень красиво, да? Это в заголовке ложится на Ютубе. Ну, это как у нас. Да, вот мы несколько дней наблюдаем вот эти заголовки. Как вы упоминали, что «А, Китай предал Россию». Все. Там, развод и тумбочка. Точно так же эти слова тоже можно красиво поддать, что все там до конца смерть Америки ну и так далее. Но по большому-то счету мы же видим, что это за война. Ну, вот что это? И победа, ну, вот там, победа, она как бы и для одной, и для другой сторон, как бы это ни парадоксально не выглядело, не подразумевает тотальное уничтожение противника. Развала России или там полную оккупацию Украины. В любом случае Украина сохранится, в любом случае Россия тоже будет на месте. А вот это вот, скажем так, вот это движение политически, территориальное, да, это уже как бы будут спорные вопросы и претензии территории. Поэтому, с одной стороны, можно сгущать краски. Не совсем так, Александр. Если мы говорим о каком-то перемирии модели, то да, при продолжении войны эти гарантии уже не работают. При продолжении войны нет гарантии того, что Россия не распадется. Нет, Россия может распасться. При продолжении войны нет гарантии того, что Россия не сможет оккупировать всю территорию Украины. Риски такие есть, понимаете? Это вот на данный момент, исходя из нынешнего баланса, вот если сейчас остановиться, то да, украинская государственность сохранилась, Россия скорее всего тоже уцелела. Но в будущем, и это главный мотив, подталкивающий иногда стороны к этим переговорам, сейчас договоренности гарантируют им синицу в рукаве. В будущем, да, есть журавль в небе на перспективе, но этот журавль может превратиться в ворона, клюющего твоей кости на поле битве. Понимаете? В будущем можно проиграть все. Абсолютно. Почему в любом случае будет чья-либо победа гарантирует полное переформатирование политических режимов, управления? То есть условия победа Украины над Россией приведет к тому, что Путин потеряет власть. Может быть, даже Россия сохранится, но Путин, скорее всего, потеряет власть. Тоже не факт. Ну, смотрите, просто опять-таки мы вот крутимся вокруг того, Руслан, что такое победа? Ну, это победа, это разгром на поле боя, там, победа в нашем, в нашем понимании освобождение выхода на границе 91-го года. Вот только это мы называем сегодня победой же. Ну, я не знаю, что мы называем победой, понимаете, потому что... Ну, победа, наша победа официально заявлена от границы 91-го года. Это смена режима политического управления в России, ну, я так считаю, потому что придет или Россия начнет распадаться, или придет к власти еще более отмороженный радикал, настоящий полковник в России, который начнет это все скручивать снова новыми винтами, но смена власти произойдет. Победа России, даже в том понимании, в котором она сегодня заявляет, оккупация тех регионов, которые она, полная оккупация, которые она аннексировала, демилитаризация Украины, это позволит сохранить у власти Зеленскому? Нет. Нет. Ну, тоже спорный вопрос. Судя из того, что из себя представляет сейчас политический ландшафт в Украине, очень спорный вопрос. Он уже предатель для партии мира, условно говоря, до той Украины, которая не хочет воевать. Да, и он станет, не знаю, врагом для партии войны, людей, выступающих за войну до конца, до победного конца. То есть, хорошо, поражение Украины в этой войне приведет к смене власти в Вашингтоне? Приведет, проиграет выборы Байдена. Демократы проиграют выборы. Понимаете? Поэтому это вопрос экзистенциальный с точки зрения государства, с точки зрения политических элит. Более того, он приведет к смене режимов, скорее всего. Военная победа любой из сторон, причем любой из сторон, приведет к формированию новых гетьманских авторитарных режимов на всем пространстве. На всем пространстве, которое было втянуто в войну. То есть, условно говоря, это приведет к тоталитарному режиму или режимам внутри России, это приведет к тоталитарному авторитарному режиму в Украине, и это приведет к тоталитарным режимам в Европе и США. Правый этот поворот, о котором говорят, на самом деле он не правый. Он авторитарный, этот поворот. Концентрация власти в руках военных, вину верховного главнокомандующего, затирание гражданского общества, лишение его информации, способа влияния на общество с целью обеспечения безопасности. Поэтому, на самом деле, эта война приведет к переформатированию глобальному политическому, геополитическому переформатированию, ее результаты. Только сейчас, если ее остановить, она еще на какое-то время возможна. Сохранить существующие статусы кво. Существующие модели управления, существующих лидерам. В будущем она начнет их пожирать, этих лидерами моделей. Создавать что-то новое абсолютно. Понятно ваша логика. Исходя из нее, я просто хочу продолжить. В Турции сообщили, что ждут Путина. Это беспрецедентно, потому что Турция страна НАТО, и получается, с начала войны Путин впервые в зарубежном визите в стране НАТО. Но, как бы, в Турции. Но в стране НАТО. Но Турции. И причем ждут его прям лично, и много, как бы, есть рассуждений по этому поводу, исходя из того, что турки ожидают прям расширенный формат зерновой сделки, который станет чуть ли не основой мира между Россией и Украиной. Получится? Ну, понятны меркантильные цели Турции. Турция сегодня главный торговый хаб между Россией и Западом в целом. Главный транспортный хаб. Все самолетики летают через Турцию. Москва, Стамбул, там, Стамбул, не знаю. Вашингтон. Куда угодно можно лететь через Турцию. Прекрасно все работает. Вообще, в Стамбуле прекрасный аэропорт. Нам много чему поучиться нужно в этой части у турков. Турция энергетический хаб. Ведь пока подрывали северные потоки, никто южные не подрывал почему-то. Вот почему не подрывали южные потоки? И Турция главный бенефицарий, как ни парадоксально, конфликта между Россией и Западом. И Турция заинтересована усиливать свою роль главного бенефицария и посредника в этом конфликте. Не знаю, насколько Турция заинтересована в реальном мире, потому что тогда роль Турции снизится. Тут сложно сказать, нас так далеко не думают. Турция заинтересована сегодня увеличить усиление своей репутации миротворца, посредника в этой ситуации. Ожидает от России очередных скидок, начиная от строительства атомной электростанции, напомню, которые строят русские в Турции. Заканчивая там зерном всем остальным. Удастся ли реализовать расширенную зерновую сделку? Возможно. Но Россия ожидает уступок. Если Турция настолько оптимистически оценивает в будущем эту встречу, то значит Турция, возможно, уже знает о определенных уступках. Примечательно, что недавно Белый дом прокомментировал, что они не запрещают экспорт зерна из России. Они то и то разрешили, даже письма написали там всюду, чтобы не блокировали банки, страховые компании. Этот зерновой российский экспорт. Возможно, состоится новая сделка. Вполне возможно. Почему нет? Как бы сама модель зернового соглашения, она является очень, скажем так, модельной. Есть модельные законопроекты. Она вполне может быть применена и в отношении установления мира в Украине. Когда Россия договаривается с посредниками, с Турцией, Китаем, ООН, другими странами, с одной стороны, и заключает определенные соглашения, а потом зеркальное такое же соглашение, только Украина подписывает с этими же посредниками. Вполне рабочая модель, которая позволяет избежать потери репутации лидерами, Путиным, Зеленским и всем остальным в этом процессе, и которая все-таки позволяет реализовать какие-то соглашения. Но я повторюсь сначала, я пока не вижу мотивации сторон для мира. Украина сегодня не согласится на этот мир, потому что очень много оккупированных территорий. И любое начало, первый день мира или перемирия в Украине станет же первым днем ожесточенной политической внутренней борьбы. Перед властью остро станут внутриполитические вопросы, очень остро. Россия, Китай играют в американские выборы, Турция играет в Алладина, хочет зарабатывать на этом больше. Все играют каждую роль. Только мы, украинский народ, выступаем в роли жертвы этой ситуации, жертвы российского вторжения в этой ситуации, нанесем на себе все тяжести этой войны. И пока что вот этот стол, вот эту модель никто развернуть, выбросить не хочет, не решается. Пока мы играем по правилам этой войны, которые установлены были еще полтора-два года назад, и мы находимся в этой инерции, и по большому счету ничего важного, критически важного с точки зрения исторического процесса, за это время и не происходит, если мы говорим об Украине. То есть такое ощущение, что мы как бы играем в шахматы, шахматными фигурами, а другие страны, Китай, США, они играют в свой пассианс или преферанс. Нет, мы играем в шашки, они играют в очень длинные шахматы. Просто нас заставляют, наше общество заставляет постоянно думать, что будет завтра, а они думают, что будет через 10, 15, 20, 30 лет. Они думают поколениями. Из-за этого мы делаем характерные детские ошибки с точки зрения геополитики, а потом наши политики становятся заложниками своей же рациональности, своих логик, своих слов, своего же поведения. И уже бегут, как белки в колесе, пока уже пузыри не пойдут, пена не пойдет, они не выпадают из этого колеса, и вскакивает другой политик. И тоже с разгона начинает бежать в этом колесе, набирая все больше и больше ход, пока снова не останавливается сердце, он оттуда не выпадает. А сама конструкция стоит на месте, только дряхлеет со временем. Пошипники рассыпаются, ступенек становится меньше в этой конструкции, потому что общество, которое стоит на месте с точки зрения цивилизационного развития, оно деградирует, оно означает, что движется в хвост человеческой цивилизации. Вот что с нами происходит, если там мягко так это все расписывать. Мы до сих пор не можем найти смелого лидерства, которое начнет руководствоваться не шкурными своими политическими интересами, начнет руководствоваться не хайпом, а национальными интересами. Начнет строить страну, а не своей моделью управления. Вот и все. Просто понимаете, тогда получается, что победа и границы, и разгром России в Украине, ничего общего с национальными интересами не имеет. Имеет с победой, имеет с будущим, с государственностью. А вот с интересами для общества национальными, здесь совершенно другое мы видим. Смотрите, у нас уцепились в эти границы. Границы – второстепенный вопрос. Я бы сказал, третий степенный вопрос. Не было целью российского вторжения, оккупации, изначальной целью, оккупации Запорожской и Херсонской областей. Они бы вышли на границы Запорожской и Херсонской областей в первые недели войны, и стали бы на них, выстроили бы линию Мажиной, и стояли бы на них. Не было целью даже оккупации Украины и включения ее в состав Российской империи. Было целью создания кризиса безопасности, страха в Европе, нанесения болезненного публичного поражения Западному миру на Украине в целью принудить его разделу геополитические сферы влияния. А геополитические сферы влияния – это, прежде всего, геоэкономические сферы влияния. Российская нефть и газ должны были захватить полностью Европу и российские квази-государственные или арзац-государственные энергетические компании. США должны были уступить это место России и Китаю, прежде всего, в Европе с точки зрения экономического, политического влияния в безопасности. Вот это было целью, базовой, первоначальной целью. Не было целью границ, не было целью пятихатки или работин. Или урожайной, как сейчас. Да, и до сих пор границы не цель. То, что русские включили в свою конституцию наши регионы отдельные, это просто попытка продемонстрировать, что они не прогибаются после военных поражений, что они не отказываются от главных целей своей войны и не готовы повышать ставку. И они не собираются делать тут какую-то другую Украину, они собираются полностью уничтожать то, что разъебное им, включая его в свой состав, переваривая внутри российского половинного котла. Понимаете? Нет цели границы. Поэтому, если мы будем мыслить только границами, для нас границы важны, потому что наши границы – это максимальный горизонт нашего мышления сегодня, наших политиков, к сожалению. Но если мы будем мыслить только нашими границами и не думать о перспективе в целом существования украинского народа, в целом о нашем геоэкономическом, геополитическом месте в человеческой цивилизации, где и какую роль мы будем играть в этом глобальном механизме, тогда нами постоянно будет играть этот геополитический футбол. Мы будем удивляться, почему нас в НАТО не берут, не берут или в ЕС, с одной стороны. И мы будем удивляться, почему они на нас нападают, почему они нас уничтожают. Потому что мы не играем в эту игру. Нами в эту игру играют сегодня. Нам надо мыслить шире, нам надо мыслить длиннее. Демонстрировать не только упертость. Мы демонстрируем упертость, россияне пытаются демонстрировать длинную волю, нам надо демонстрировать длинный ум. Демонстрировать понимание своих целей и целеполагания в длительной перспективе. В чем граница второстепенный вопрос? С точки зрения геополитики. С точки зрения права, конституции нашего народа это важный очень вопрос. Мы должны защищать свои границы. Все оккупированные части это украинская территория, безусловно. Но с точки зрения геополитики истории второстепенные границы у нас менялись. Ну, если взять последних 500 лет, то они, наверное, менялись раз в 150. Ну, ничего, живем с вами. Да, но мы если посмотрим исторический контекст, но мы вспомним всегда и период Гетьманата, где у нас была своя государственность, и короткий период Украинской Народной Республики, где у нас была своя государственность. Каждый раз в разных границах, обратите внимание. В разных границах. И период Галлийского линского княжества, и период Киевского княжества. Вот что ценность, государственность. Каждый раз она воссоздавалась в разных границах. И мы не вспомним тех людей, которые декларировали большие цели, огромные границы территории, но так и не смогли сохранить государственность украинскую. И вспомним им их нехорошим словом, правда же, в этой ситуации. Сколько у нас было выдающихся людей. Не знаю, умных людей, амбициозных, пассионарных. Начиная петлюры, заканчивая многими там гетьманами, князьями. Но которые не смогли сохранить свою нашу государственность. Не смогли сохранить поле для развития нашего народа. Руслан, Зеленский это Винниченко? Нет. Нет, Зеленский это не Винниченко. Зеленский это Зеленский, конечно. В первую очередь. Но Зеленский сегодня находится в дилемме такой, я бы сказал, между между Петлюрой и Скоропадским. Вот где-то в этой дилемме он находится. Руслан, я почему вот так, такую параллель закручиваю? Потому что наступление на Купенск вооруженных сил Российской Федерации ну там как бы два пути, да. Кто-то уже говорит, смотрите, объявили о возможной эвакуации Изюмского района. Соответственно, движение планируется вот Купенск, туда Изюм, опять нависание вот этим вот этой клешней, да, над Донецкой областью. Другие заявляют, что вполне себе возможен там поход на Харьков. Просто если это поход на Харьков, то это событие чуть более столетней давности. Ну, по большому счету. И тут уже начинают как-то всплывать вот эти идеологические там, ну, хотя вот если честно, абсолютно непонятно зачем они нужны в системе политической власти или там политикума российского. Ну там проекты, другая Украина, вот эти все эмигрантские там какие-то движения из Украины имеется в виду, бежавшие там, предавшие и бежавшие, и там организовывающие ну, какой-то прообраз, ну, не знаю, какой-то дискуссии что ли. То есть тогда мы понимаем, что идет там повторение событий столетней давности, ага, вот Харьков, вот там первая столица вновь, да. То есть колесо истории вот так крутится или нет? Ну, колесо истории крутится, и по кругу всегда ходит, и только люди, которые не имеют исторической этой памяти, могут повторять те же ошибки. Я об этих эмигрантских проектах даже говорить не хочу. Скажем так, они пытаются все эти проекты с 14-го года, они пытаются претендовать на какую-то роль в Украине, не имея влияния в Украине. Зачем? Ну, вот здесь, ну, Руслан, я просто... Как же это как-то жить? Нет, смотрите, это абсолютно не какой-то идеологический вопрос. Это вопрос практической ценности. Технологической. Смотрите, я не скажу, чтобы Россия раскручивала или помогала раскручивать эти проекты. Начиная от комитета этого государственного спасения, как там в свое время было, олейника, в 14-м году, заканчивая к нынешним мигрантам. Я не вижу, чтобы российская государственная машина их целенаправленно раскручивала. Она им позволяет жить, она им позволяет как-то функционировать, как-то присутствовать, как элемент дополнительного раздражения для Украины, как элемент какого-то мизерного влияния на украинское общественное сознание. И все. И все. Мне кажется, что современная Россия это не Советский Союз, это не Лени. Она не ищет сегодня союзников и партнеров внутри Украины. И давно уже не ищет. Даже Медведчук, находясь на пике популярности в Украине, я вторую партию в парламент, не мог считаться партнером в России. На него все равно смотрели как на временную фигуру. Скорее всего. Несмотря на свой статус и все остальное. И Россия не ищет партнеров в Украине. Это не Советский Союз. Она с его политикой украинизации, НЭПа, с целью привлечь на свою сторону украинские элиты, которые с Грушевским, которого вернули в Украину, дали место в Академии наук, с многими другими мигрантами. Многие даже офицеры армии УНР вернулись здесь, жили, работали. Нет такого сейчас. Россия находится в стадии Российской империи сегодня. Поглощение. Она настолько разочаровалась в игре в Украине или не умеет ее вести, эту игру внутри Украины, в отличие от западных партнеров Украины, что она просто решила это все подмять, переварить в своем плавильном котле, уничтожить, решить эту историческую, временную историческую проблему, как о ней говорит Путин и его окружение. Вот какова их стратегия. Поэтому технологически все эти проекты, они не играют какой-то важной роли в российской стратегии. Они могут сыграть только в одном случае. Если Россия и Запад договорятся о каком-то сценарии раздела сверх влияния или о каком-то нейтральном статусе Украины, скажем так, о Украине, как Швейцарии, не знаю, или Украине, как Берлине 1945 года, демилитаризированной зоне, когда вот так договорятся, вот тогда у них есть шанс небольшой сыграть. А почему не договариваются? Неужели только из-за выборов? Нет смысла пока. Запад считает, что Россия постепенно проигрывает эту войну в плане экономики, деградирует экономически, что чревато внутренними политическими кризисами и внутренней дестабилизацией, что Россия идет по пути внутренней дестабилизации и неуспешный мятеж пригожен, а только усиленный Запад в этом мнении, что Россия находится на правильном пути внутреннего саморазрушения. Надо еще подождать. В этот раз не вышло, может быть, через год получится с другими людьми. Россия считает, что у нее есть длинная воля и что эта длинная воля позволит разрушить новый вашингтонский консенсус в отношении Украины как минимум после выборов президентских 2024 года. Я думаю, что реально стратегия в отношении этой войны сторонами будет пересматриваться только после президентских выборов США. Тогда стороны по-новому оценят ситуацию и возможно изменение этих стратегий. До того момента скорее всего все будет двигаться по инерции. Даже если бы сейчас США сказали бы русским а давайте договариваться, ой, не факт. Не факт, чтобы кто-то что-то либо о чем-либо договаривался бы сейчас. Реально договаривался бы. Переговоры были бы, наверное. Знаете, я прекрасно понимаю многих там комментаторов, которые заходят, пишут, говорят, ну понятно, сидите вы там, да, и говорите, что война еще будет три года, ну условно, да, легко вам так говорить, а вот пускай тогда идут и смотрят те люди, которые говорят, что 2-3 недели. Ну да, но понимаете в чем дело, есть же момент, это вот когда, ну это только, наверное, поймут те, кто ну вот в сельской местности, да, вот долго на каких-то, ну в общем пользовался гужевым транспортом, повозкой, да, есть такой момент, когда лошадь встала, ну и ей, ну вот, крайне необходимо какое-то время, и только потом она пойдет, и ты вот уже тут ее, хоть из полосы, ну, пытаешься из полосы. Сам запрягайся. Ну да, то есть сам ее бери в руки и неси, ну по большому счету. Есть такой просто период, и когда... Ну вот, если лошадь встанет, мы сами потянем эту телегу. Мы уже ее в значительной мере сами тянем. Мы запряжены рядом с лошадью. Вот, если лошадью считать военно-экономическую помощь наших западных партнеров, то параллельно с ней идет такой украинский мужик лет сорока, сорока пяти, мобилизованный где-то из провинциального населенного пункта. Такой, с такими, знаете, огрубевшими руками, и с таким обветренным, загоревшим лицом. Но может такое случиться действительно, что еще и телегу, еще и лошадь за собой придется оттянуть. Маркарова говорит, что будет просить, чтобы на 24-й год продлили ленд-лиз. Вообще, очень интересная история. Исходя из того, что ленд-лиз так и не заработал, но это как запасной вариант, если вдруг Конгресс не проголосует за вот эти миллиарды, которые крайние, которые Байден предложил, то вот есть ленд-лиз. Но ленд-лиз как бы до конца сентября, оно нужно еще на год. Ну, свою роль информационную он сыграл. Помните, когда ленд-лиз принимали, сколько было дифирамбов в Украине в этой части? 9 мая. Новый день победы и все такое, да, помним же это все. Свою информационную роль сыграл. Ленд-лиз действительно это запасной инструмент. Почему ленд-лиз сейчас не применяют невыгодно экономически? администрации Белого дома выгоднее списывать в виде помощи те запасы вооружения, которые есть. По ленд-лизу она будет продавать уже новое. То, что есть старое, выгодно списывать по пакетам военной помощи. Кроме того, ленд-лиз будет ухудшать экономическую статистику Украины, увеличивать долг внешний. И это будет приводить к необходимости пересмотра многих экономических показателей, в том числе сотрудничества с международными организациями. То есть тут, кроме того, ленд-лиз это один инструмент реализации, который находится под влиянием одних групп в США, а нынешние модели помощи находятся под влиянием других групп в США. Ленд-лиз это очень прозрачная вещь. В отличие от своей помощи, которую мы сейчас получаем, мы видим, что там очень постоянно усушка, утряска, тут еще 3 миллиарда нашли, еще 5 миллиардов нашли, еще переоценили. Мы же видим, что эти пакеты расширяются даже без решения Конгресса, то есть тут есть динамика, с ленд-лизом так нельзя, с ленд-лизом там будет ситуация намного сложнее. Если вам интересно по ленд-лизу, почитайте, там, советско-американский ленд-лиз, это такая избитая история, почитайте ленд-лиз американский со стороны США для Британии или для других союзников, он же был не только для Советского Союза, для других союзников США. Там очень-очень-очень много чего интересного и примечательного в этом ленд-лизе. Я считаю, что лучше прямая военная помощь, нежели такой ленд-лиз. Давайте об украинцах поговорим немного, Руслан. Тут Financial Times пишет, что 5 бригад уехали, ну, избежали службы и уехали за границу. То есть, такое количество людей, ну, которых хватит на 5 бригад. то, что сейчас происходит с, ну, темой выезда за границу, с, скажем так, с ограничениями для чиновников, чтобы те выезжали за границу теми скандалами, ну, и, конечно же, да, перестановками лиц в военкоматах, а главное, вот это вот главное, теперь за назначение областных военкомов будет отвечать лично заложенный. Ну, это ведь тоже какой-то, в какой-то степени и политический ход. Как повлияет вообще на отношение к теме и люди-то, ну, как бы, смогут уехать или нет? Потому что растет, и уже люди перестают бояться и говорить, что в полный рост, думал, ребята, давайте, выпускайте нас, нужно отменить все эти запреты. Ну, сначала по заложному вам скажу, что, ну, говорят, или мне приснился сон, что заложный сказал, что он следующий президент Украины в узком кругу. И после этого ему прилетели военкомы. Президент на соединении национальной безопасности и обороны заложному поручил наконец-то поставить не тех 100 других военкомов, которых он раньше ставил, а боевых офицеров. Фактически косвенно прозвучало, как обвинение заложного в коррупции в военкоматах. Ну, или как бы неэффективном управлении военкоматами. Правда же? Очень такая история странная, при том, что, ну, где заложный, там еще есть Резников, насколько я помню, министр обороны, причем тут главнокомандующий вооруженными силами к военкоматам, там же другие структуры, ну, я не знаю. История интересная в этой части. Я, это больше история политической борьбы, внутренней политической борьбы. Это первое. Второе, мы понимаем, что история, вся истерика вокруг военкоматов связана с усилением мобилизации в Украине. Усиление мобилизации в Украине провоцирует недовольство, политическое недовольство и желание большего количества мужчин уехать за границу. При том, что все прекрасно наблюдаем, как третьесортные, извините, спортсмены, какие-то комики, стендаперы, сомнительные деятели культуры могут спокойно путешествовать за границу, а моряк не может или студент не может или профессор не может. и все это превратилось, на фоне еще коррупционных скандалов многочисленных, все это превратилось в одну из таких зон серьезного раздражения и падения рейтинга президента Зеленского. Более того, я скажу, что мы недавно делали одну социологию, все больше и больше в уровне поддержки нынешнего президента отмечается безысходность. Поясните. Сейчас подъясню. Смотрите, если раньше в начале войны это было определенное объединение вокруг президента, флага, пассионарность, то сейчас поддержка от того, что больше некого. Если раньше за него, потому что он классный, он не сбежал, он ведет нас дальше вперед, то сейчас этот нехороший, но, блин, больше некого. То есть меняется, начинается эта усталость начинает переламывать, постепенно перемалывать общественное сознание. Власть вынуждена реагировать, поэтому бьет по депутатам, которые там повыезжали на отдых или по своим целям, бьет по этим, по военкомам, хотя, мне кажется, какое, блин, нафиг увольнение. Надо оттянуть за эти ниточки, кому-то эти военкомы носили эти деньги. Сто процентно кому-то носили эти деньги. Никто в этом не сомневается. Где-то сверху пауки сидят, которые держали эту нить. К ним надо, к ним надо идти, а не делать этих глупых людей в погонах, делать в этой части крайнюю. и власть пытается парировать, сбросить с себя негатив. Там перевести стрелки на депутатов, наказать их, там перевести стрелки на залужного, но внутри постепенно закипает, на этой теме закипает. Социология показывает, что общество расколото в этом вопросе напополам приблизительно. Половина поддерживает запрет на выезд мужчин за границу, половина не поддерживает. Это при том, что мы понимаем, что как бы вам сказать, понимаем, что соотношение мужчин и женщин у нас в обществе неравное. Раз. И понимаем, что соотношение между воюющей пассионарной Украиной и невоюющей Украиной тоже разное. Это, кстати, создает еще дополнительную линию напряжения серьезную, потому что сталкиваются вот эти два, две Украины между собой, вот эти две части. То есть одна требует тотальной мобилизации войны и всего остального и не понимает, почему эти здоровые мужики сидят по кабакам, а вторая пытается этого избежать. То есть еще внутри нарастает трение между этими двумя частями. Серьезный политический кризис, связанный прежде всего с усталостью. Власть пытается гасить пиар-инструментами, говорю, но на какое-то время это удается. Думаю, что вероятно, высока вероятность отставки министра обороны в ближайшее время, высока вероятность отставки руководства офиса президента, шепчут, в ближайшее время. Руководство офиса это первого руководителя офиса президента? Руководство, скажем. Нет, оно же недавно перезагружено было. Кулеба пришел, Тимошенко убрали. Там много людей, которые давно там работают. И Зеленский показал, что он будет всеми этими людьми жертвовать, если они не будут создавать ему проблемы. Потому что Зеленский верит в свою миссию, у него есть ощущение одиночества в этой миссии, только он сам себе настоящий союзник. Все остальные люди должны находиться в рамках его курса, или он демонстрирует постоянная готовность от них избавляться. Разумков Богдан и Трофимов это можно бесконечно гончаруки цитировать перечень людей, которые были близки к нему очень. И сегодня Зеленский верит в свою миссию, в миссию государственного лидера Украины. И поэтому это будет постоянно происходить. Вот такая ситуация. Конечно, все это усиливает нервозность и неуверенность в будущем внутри команды власти. И тоже ведет к увеличению количества коррупционных скандалов, потому что многое из того, что выливается сегодня в прессе, оно выливается с ближайшего окружения президента. Оно используется как инструмент борьбы внутренней между собой часто. Дочка генпрокурора, которая хочет домой в Монако, записали новое видео, выложили, где она едет с парнем и там говорится, что какие-то дроны пытаются ехать передавать. Но как-то тоже странно, потому что якобы речь идет в разговорах о том, что друзья из Финляндии тоже хотят помочь. То есть она из Финляндии получается едет в Украину. Многие не поняли этого момента, но мы видим на лицо вот этот антикриз, когда там неудачная подпись в сторис фотографии грустной обернулась таким вот видео, что вот смотрите, она там не просто так, она там волонтерит, помогает Украине. Но понятнее от этого ситуация не стала. Генпрокурор в воюющей стране, он как бы у него дочка говорит, что домой хочу в Монако, а не в Украину. Вы знаете, было бы хорошо, чтобы каждый сегодня из больших наших чиновников отчитался, где его дети. Особенно, если они мужского пола и призывного возраста. Зачем? Если их нарушили, вопрос простой, нарушил ты закон или не нарушил? Нарушила ли твоя семья закон? Если у тебя сын призывного возраста и он за рубежом, он гражданин Украины, даже если он выехал раньше, он по закону мобилизации обязан вернуться и стать на воинский учет обновиться. Пока наши политики не начали полноценно воевать с участием своих семей, пока часто они себя ведут как ковбои на Родево. вместо того, чтобы вести себя как государственные лидеры. Поэтому история вокруг Костина она очень тривиальна. Такие истории масса мы видим с отпрысками наших самых высоких чиновников, которые там поют, танцуют, за границей отдыхают, что угодно делают, что угодно говорят. если твои ближайшие родственники не на территории Украины и для этого нет критической необходимости в виде лечения какого-то, то у меня есть все основания сомневаться в отношении того, что этот человек действительно работает во благо своей страны. Они рассматривают это просто как командировку для заработка, а свои ключевые жизненные интересы, интересы своей семьи, связываются с другими странами. Такого, мне кажется, не должно быть и, наверное, надо объявить сейчас, не знаю, флешмоб. Дети чиновников домой, домой, 1 сентября скоро, домой учиться, домой лечиться, домой жить со своим народом одинаковой жизнью. Всего она будет не совсем одинаковая, у вас другие условия, но хотя бы дышать одним воздухом со своим народом, слышать одни и те же самые тревоги и жить в одних и тех же, хотя бы похожих эмоциях со своим народом. Ну, звучит как некий предвыборный прием. Ну, вы же знаете, что я никогда не избирался, не баллотировался, не собирался. Я имею в виду, что проголосуйте за нашу политическую силу, мы вернем детей, чиновников и власти назад в Украину. Ну, и все люди, соответственно, пошли и проголосовали, особенно те, кто там или потерял родных на фронте или у кого родные на фронте. Это очень серьезный вопрос. Это у нас пытаются всегда это замалчивать. Если человек, его семья и близкие не живут в Украине, если ключевые свои активы не держат в Украине, они не могут работать на благо Украины. Ну, никак. 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 Как решают эти вопросы, например, Китай, который возвращает своих обучающихся за границей, заставляет богатых людей держать свои активы внутри Китая. Прекрасно. Неужели мы думаем, что китайцы глупы? Нет. Они прекрасно это понимают. И только, знаете, только какие-то очень ветреные нации, безрассудные нации там. А давайте иностранцев в правительство. Да давайте. Они приехали, уехали, оставили после себя просто выкопанную яму поколений, которые теперь застревает наша государственная машина. Бросились, в ковид бросились, медицину едва не убили. Хорошо, что не успели убить. Войну бросились, смотрим, другие отрасли, инфраструктуру, все остальное было разрушено, приватизировано в многих случаях. Хорошо, что не успели добить, что предыдущее государство много всего настроило на всякий случай. Вот. Я уверен, что это не популизм. Это какой-то, момент мы должны пройти эту историю лет 10, хотя я прожил в таком режиме, что все политические лидеры Украины должны выстраивать свою жизнь внутри Украины, своих семей. Если они считают это ограничением свободы, ничего сложного, написал заявление об отставке, об уходе, ушел, оставил это место для другого человека, семья которого, дети которого слушают воздушную тревогу, ходят в метро, едят товары и продукцию, которая произведена в Украине, на загрязненных минами и химии полях. Вот так, значит, может быть, тогда страна будет со временем чуть другая. Но история с Костином, конечно, имеет политехнологический аспект, там снова шатается кресло под генеральным прокурором, говорят. Генеральный прокурор очень близок к офису президента, а наши западные партнеры сейчас подталкивают офис президента к очередной кадровой перезагрузке с приходом во власть людей, более аффилированных западными партнерами. Говорят, что это одно из предметов торга на следующий год в отношении государственного бюджета. 42 миллиарда нам надо получить долларов поддержки на следующий год для балансирования государственного бюджета. И говорят, что в этом пакете кроме реформ, да, реформ, и серьезный кадровый пакет еще идет. Вот и история вокруг Костина может быть элементом подготовки этого кадрового пакета. Знаете, я вот вспоминаю начало нашего разговора, когда вы говорите, что еще ничего не решилось, ну, в контексте, там, кто выиграет, кто проиграет, что война идет, а мы тут там реформы, ну, по крайней мере, вот мы обсуждаем этот выезд за границу, а Гогранслужба сообщила, что теперь усиленный контроль за мужчинами выезжающими, есть, там, некая база данных, ТЦК, пограничники будут как бы сверяться, и, соответственно, все будет жестче, все будет четче, прозрачнее. Ну, так и с заменой военкомами такая же будет история, все будет четче, жестче, прозрачнее, и, ну, как бы, выход, или там, вывод, да, вывод один может быть, что, ну, выхода нет, то есть, государство в этом отношении усиливается, почему-то... Вы, наверное, просто не читали, не смотрели интервью министра финансов Украины, который сказал, что у нас самый низкий уровень коррупции в Украине за историю независимости. Ну, он сказал, за 20 лет. Ну, за 20 лет, хорошо. За 20 лет. Хорошо. То есть, если ты не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Да. И мне кажется, сменой своего отношения к ситуации, вот, занято очень много кто внутри украинской власти, не меняя саму сегодня ситуацию. То, что было, там, не знаю, белое, называется черным, и наоборот, то, что было однозначно черное. Сейчас говорится, там, ну, не черное, оно серое, оно стало вообще даже светлее немножечко, чем было раньше. Прогресс в этой части. Так, а на сколько хватит украинцев, Руслан? Ну, понимаете, в чем дело? Украинцев хватило на тысячу лет. Уже хватило на тысячу лет, Александр. Украинцев хватит еще на тысячу лет. Но, дело в том, что, то есть, наш народ будет жить на этой земле. Ну, конечно, если не случится ядерной войны. Но, дело в том, что без нашей, без полноценной государственности мы будем иметь намного хуже условия для реализации потенциала нашего народа. А полноценное государство предусматривает суверенитет. А мы пока отбиваемся с одной стороны, попадаем в большую зависимость с другой. то есть, мы не вырываемся с этого, не знаю, исторического, я не знаю, тысячелетнего капкана. Вот, если взять даже современную войну, она касается родных, близких, гибнут, наши друзья, близкие гибнут в этой войне. откатить лет на 400 назад турки с юга, запад с западом, шведы, поляки, не знаю, кто там, тетонские рыцари, ну, еще больше если откатить, Москва с востока. А мы, ну, понимаете, в чем дело? А мы, а мы, как шутят наши эксперты в институте, смотря вот эти, знаете, заявления на некоторых наших коллег о том, что все плохо, все пропало, надо договариваться, надо идти на заморозку. Говорят, о, слушайте, слово Бандеровки сняли, снова эти шапки-ушанки натягивают. А мы с вами наблюдаем, как люди постоянно меняют эти Бандеровки на Ушанки. И наоборот, потом Ушанку на Бандеровку. И по кругу, не Бандеровку, Мазепинку. Мазепинку на Ушанку, Ушанку на Мазепинку, Ушанку на Мазепинку. Мы с вами просто наблюдаем бесконечные эти процессы. Ничего не пропало, ничего еще не решено. Все процессы находятся в динамике. У нас еще есть шанс принять правильное решение. Но их необходимо принимать и реализовывать, а не хайпить, не кататься просто на волнах такой абсолютно искусственной манипуляции и всего остального. Сейчас, например, в офисе обижаются очень на публикации западных медиа. Там договорились из-за того, что называют «Нью-Йорк Таймс» жертвы российской пропаганды и всего остального». Буквально отсюда. Ребята, вы не о том абсолютно думаете. Вы должны понимать, да, российская пропаганда присутствует, иногда россиянам за деньги удается размещать какие-то материалы в западные медиа. Очевидно. То есть, некоторые вещи я вижу сам. Ну, так мне кажется сегодня. Но главная проблема этих публикаций на Западе, которая возникает, а, во-первых, их еще не большинство. Надо смотреть баланс. Их не большинство. Они просто очень активно попадают сюда в Украину. Главная проблема в том, что там тоже устают, раз. И там общество, читатели этих медиа, как мне объяснял один журналист, американский, очень известный, не могу, к сожалению, назвать сейчас. Общество уже устало есть масло. Оно хочет что-то другого. Общество устало читать о победах. Общество устало читать 2 месяца о битве за урожайные. Оно хочет другую медаль. И медиа западные много что публикуют для того, чтобы показать другую сторону этой войны. Другой сценарий. Это как свежий ветерок в информационном пространстве. Прекрасно читается, прекрасно потребляется. Ну, кроме того, это еще внутриполитическая игра. Оппозиция мочит нынешние внешнеполитические курсы. Поэтому нечего обижаться на ветер. Развернитесь к нему спиногни. Не писайте против ветра. Пребудрость от Руслана Бортника. Извините уже такую за банальность. Станитесь по ветру, а не против ветра. Что нужно сказать? Да, друзья. Или не расстегивайте штаны и имейте смелость до конца идти своей дорогой, пока ветер не исчезнет. Да, друзья, пожалуйста, подпишитесь на Руслана Бортника, если хотите больше пребудрости. Ну, на самом деле, кроме шуток, серьезные анализы, итоги недели, интересная аналитика. Ссылка в описании. Поэтому переходите. Ну и, конечно, поддержите лайком это видео, напишите в комментариях, что вы думаете. Ну, смотрите, я бы в финале хотел бы обсудить такую достаточно тревожащую тему. Это ситуация в Киево-Печерской лавре. Забаррикадировались в одном из корпусов Киево-Печерской лавры верующие, молятся, им туда там не пускают, чтобы дали хлеб. Казалось бы, да, ну, все, все решили. Но все равно борьба продолжается за Киево-Печерскую лавру. Как вы думаете, вот эта искра протеста, в отказ людей уходить, она разгорится в пламя? Ну, сегодня нет правовых возможностей для любого протеста. но сама ситуация приводит к тому, что значительная часть общества социально отторгается, переходит в радикальную оппозицию в отношении власти, не к Украине, но к власти. Более того, мы можем спротивоцировать процессы терроризма даже, религиозного терроризма, которые нам неведомы пока. забаррикадирование в Киево-Печерской лавре, это еще элемент закулисных торгов, которые сегодня идут между церковью и властью, но это такой элемент стабилизации ситуации, элемент растянуть немножечко время, необходимое для этих переговоров. Но для меня так и остается непонятным вопросом, для чего это все было сделано. Вот для чего это было сделано. потому что с точки зрения любой государственной, ну это наносит нам больше урона, нежели какой-то пользы, потому что сотни тысяч, возможно, миллионы людей очень негативно смотрят на эти вопросы. Раз. Картинка вмешательства государства в религиозные дела для международной арены, это два. Мобилизация российского мракобития религиозного, против войны, против Украины, это три. Для чего вопрос? Даже с точки зрения этической государство не строило лавру. Ни украинское государство, ни советское государство не строило лавру. Ее строят... Лавру создавала религиозная конфессия. Даже с этой точки зрения правособственности на это все. С точки зрения историческое, но... Как бы все, мне кажется, эмоции, все, мне кажется, очень много хайпа в этой ситуации, очень много внешне играющих сторон, которые пытаются погреть руки на этом огоньке, что-то себе урвать, какие-то куски, ставропегии и все остальное. Я сторонник национальной, автономной, независимой церкви Украины, но независимой от всех тогда. И тогда этот процесс, мы должны понимать, что этот процесс должен идти 50-100 лет, он быстрее не происходит в этой ситуации. Должна понимать, что создать в Украине англиканскую церковь, украинскую церковь, ну, как в Англии, англиканскую церковь, мы должны, во-первых, создать консенсус внутри украинского общества, воссоздать, сначала общество должно разделять эти цели, иметь такое стремление, потом мы должны коммуницировать долго с конфессиями, и я уверен, что наши православные конфессии, еще прошло бы лет 20, и они не объединились бы, потому что умерли бы те люди, те иерархи, которые начинали вот эти все конфликты между собой и разделение бы, они и нашли бы модель сосуществования. Создавать себе кризис в тылу, я вот вижу, как во многим селам общины разделились, одни правят по хатам, чувствуют себя крайне ущемленными и обиженными, другие в полупустых церквях, потому что пассионарная часть это религиозная община ушла, как бы, та часть, которая выступала населенного пункта за переход, смену, например, она не очень религиозна, она выступала с точки зрения политической, в церкви. Вообще, мало ходит, вообще, знаете, те, кто пытаются использовать религиозный фактор в войне, они абсолютно не превославные и не христиане. Хочу вам напомнить, просто откройте Библию и почитайте, как сам Христос обращался, там, я не помню, 19 глава от Матвея, то есть он призывал возлюбить врага своего, молиться о нем и всем остальном. Христианство не об этом. Христианство не о мобилизации, не о войне, христианство о другом. И да, было исторически огромное количество попыток использовать христианство для мобилизации, от Христова, походу, и всего остального, но в целом настоящий христианин, он вообще, ну, как бы, вне политического контекста. Настоящий священник, он вне политического контекста должен быть. А если он кого-то призывает что-то делать в политическом плане, он уже не совсем священник. Он, мне кажется, далеко уходит от ключевых принципов христианства, которые были заложены Христом и его учениками. Открываем Библию и смотрим, что Христос просил делать со своими врагами, как к ним относиться и все остальное. Ну, как бы закончим на очень, от философской, на очень информационной ноте. Комментарий от Руслана Бортника, новостей самых ярких из Польши. Там вместе с выборами пройдет референдум. Его объявили, вот буквально некоторое время назад, и там будет ряд вопросов. Стена на границе с Белоруссией. Продажа госпредприятий. Ну и повышение пенсионного возраста. Там 60-65 лет для мужчин. И поддерживаете ли вы принятие тысячи нелегальных мигрантов Ближнего Востока и Африки? Ну, в соответствии с европейскими нормами. Ох, какой интересный список вопросов и какой интересный инструмент мобилизовать, прийти на выборы в Польше 15-го числа. Ну, понятно, что это технология мобилизации. Власть пытается привлечь больше своего электората. Максимально радикализировать, мобилизировать электоральное поле. То, чтобы больше людей пришло, больше проголосовало. Если ты раз сказал «да» за стену, тебе уже и остальные вопросы сложно сказать «нет». Так работает человеческое сознание. Но я вам скажу, что, несмотря на то, что выборов в Украине парламентских не будет, скорее всего, осенью, о чем мы тоже давно постоянно говорили, но голосование может быть. Мне говорят, что может быть голосование. Так, 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 подождите, а как это? Выборов нет, а голосование есть? Вот так, просто. В день, который был запланирован для парламентских выборов в октябре, будет приведен референдум, плебисцит консультационного. Не референдум, референдумы запрещены. А будет проведет плебисцит опрос украинцев в отношении нескольких интересных вопросов. Например, в отношении украинской доктрины. Которая станет в ряд, а в некоторых министах, мне кажется, даже вширь и ввысь с украинской конституцией. Говорят, что вот мы можем увидеть это и голосование в ГИИ, или какие-то еще инструменты. Может быть, почту попробуют применить в этот раз. Мы можем вполне увидеть плебисцит вот такой себе. Так что голосование может быть. Хотя и выборов, да и выбора, наверное, тоже не будет. Да, доктрина. Доктрина еще та у нас. Ну, если опираться на тизер, который был на день Конституции Украины президента Зеленского в парламенте. Мы отправили свои предложения. Мы еще не знаем, какая она. Посмотрим. Учили и доктрили что-то. Ну, учли, не учли, но проголосовать 28 октября почему бы и нет. Руслан, спасибо вам большое за ваше время и ваши мысли. Друзья, пожалуйста, подпишитесь. Берегите себя и друг друга. Ну, иначе как же голосовать, если не сберечь-то себя. Увидимся. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok